Инициативная группа Товарищества собственников недвижимости «Монинский садовод» уже не первый год обращается со своей проблемой к властям всех уровней. Бьются за оформление земельных участков под садоводство. Вот пришли на прием к депутату областной думы Ивану Жукову. Впрочем, и ему ситуация хорошо знакома. Несколько лет назад Минобороны передала земли в районе Монинского озера в собственность Московской области. Но эта территория попала в категорию земель специального назначения, где могут построить исправительные учреждения. Под снос могут пойти без малого сотни участков, где жители много лет назад разбили свои садики и огороды. И они мечтают узаконить их, а не лишиться. Интересы Монинских садоводов отстаивают всем миром, в том числе Щелковская администрация и Совет депутатов. Есть такой генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич, с которым мы провели уже беседу по вашему поводу. Он будет председателю ветеранов вооруженных сил. И он же главный инспектор Министерства обороны. Мы ему вопрос этот задали, сказали, вот такое недоразумение у нас произошло. Земля передавалась персонально под целевому назначению. Мы ему готовим письмо, 17 числа будет письмо у него. Так что с двух сторон будем работать. Иван Жуков запланировал по обращению инициативной группы встречу в Министерстве имущественных отношений. А еще подсказал, что в связи с преобразованием района в округ разрабатываются новые правила землепользования и застройки, и новый генплан. Публичные слушания по ним в Монине пройдут 23 ноября. С помощью этой процедуры жители могут попытаться изменить целевое назначение земли. Член общественной палаты городского округа Щелкова Татьяна Голубинская пришла к Ивану Жукову с инициативой создать на базе Дома офицеров Центр патриотического воспитания и сохранить для потомков историю славного городка авиаторов. Депутат включил вопросы в план работы. И сделать там же музей Монина, потому что история-то славная, а все забудем, время пройдет. Патриотическое воспитание считаю важным. Мы на следующей неделе, я планирую, по крайней мере, пригласить главу округа с Фомичевым, с начальником отдела, с представителями нашей партии, совета, сесть и здесь разобраться. Начиная от Дома культуры и вообще плану на следующий год, что нужно, чтобы мы помогли, правительство и что глава планирует. На депутатском приеме также прозвучали вопросы о капитальном ремонте кровли дома номер 7 по улице Авиационной, о причинах появления в Монине запаха газа, о необходимости создания объединения председателей Советов многоквартирных домов. Музей авиации попросил содействия в переименовании остановки общественного транспорта на Горьковском шоссе из Академии ВВА в Центральный музей ВВС. Иван Жуков с удовлетворением отметил, что жители Монина приходят с общественно значимыми вопросами, касающимися развития городка. Задача – отреагировать. Мы обязательно привожим здесь усилия, но это усилие должно быть всех вместе. Александр, твой, нашего совета городского главы, нашего депутатского корпуса, нашей фракции. Важно теперь, чтобы людей не разочаровать в надеждах на то, что мы поможем это решить. Хорошо, что депутаты областной думы приезжают в такие поселения, как Монина, городской округ, уделяют внимание, встречаются с жителями, потому что на нашем уровне те вопросы, которые сегодня поднимались, невозможно решить. Чувствуется поддержка, потому что без которой тяжело было, конечно, делать добрые дела, чтобы жители это все заметили. Ирина Микеда, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.